Военная обстановка в Сирии 26 июня 2018 года Сообщается о том, что в провинции Дараа, Сирийской армии, Силы Тигра и их союзники полностью заняли район Ладжат. По информации источников лояльных правительству, большая часть боевиков в данном районе сдалась правительственным войскам. Кроме того, Сирийская армия и ее союзники освободили деревню Млеха-аль-Хадж и заняли центр населенного пункта Бусар-аль-Харир. Если все данные сообщения подтвердятся, то это будет означать то, что с момента начала боев на северо-востоке провинции Дараа, правительственные войска освободили 400 квадратных километров. 25 июня Минобороны опубликовало заявление о том, что в провинции Дараа Хаят-Тахри-Рашам, бывшая Джабхатан-Нуср, провела крупную атаку на позиции правительственных сил. Данная атака была отбита, уничтожено 70 боевиков. Атака, скорее всего, была попыткой сорвать продвижение сирийской армии в Ладжате. Сообщается о том, что 26 июня Израиль нанес новый ракетный удар по сирийскому международному аэропорту в городе Дамаск. По информации источников лояльных правительству, возле аэропорта упало не менее двух ракет. Источники лояльны Израилю, заявляют о том, что ракеты попали по иранскому транспортному самолету на территорию аэропорта. Местные источники сообщают о применении сирийских систем ПВО. Однако непонятно, были ли перехвачены какие-либо ракеты. В городе Манбидж очередное лояльное правительство партизанской группировкой, именуемое народным сопротивлением в Манбидже, объявило о начале подготовки к восстанию против иностранных оккупантов, то есть против войск США, Франции и Турции, которые, по их мнению, намерены разделить Сирию. В апреле на востоке Сирии появилась похожая группировка под названием «Народное сопротивление в Ракке». Данная группировка также угрожала атаками на коалицию во главе с США и на ее сателлитов. Однако на настоящий момент каких-либо заметных атак не проводилось. В любом случае, появление подобных группировок показывает то, что далеко не всем на северо-востоке Сирии нравится коалиция во главе с США. Продолжение следует...